МАШРАП А мне терять нечего, ни семьи, ни родины, ни флага. Нет у меня ничего. Последние полгода Машраб содержится в заключении в колонии номер 31. Он болен туберкулезом. Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. При отсутствии своевременного лечения человека ждет смерть. По всему миру в группе особого риска находятся заключенные. МАШРАП 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 Учитывались законодательства Киргизской республики, и непосредственно в этом принимал участие КСИН. Проект был отправлен в Женеву, где он проходил полную экспертизу как со стороны отдела тюрем, так и со стороны отдела водоснабжения и жилищных условий. Существуют различные формы туберкулеза. От этого зависит прогноз болезней, риск для жизни больного и тип лечения. Заключенные с разными формами туберкулеза должны избегать контактов друг с другом. Иначе они рискуют заразиться более опасной инфекцией. В нашем учреждении существует несколько отделений для больных различными формами туберкулеза. Построено несколько отделений. Это для чувствительного туберкулеза, есть отделения для больных множественно лекарственным туберкулезом, больные полирезистентным туберкулезом. То есть эти все отделения разные и больные изолированы друг от друга. И небольшое отделение для отказавшихся от лечения. К сожалению, есть такие больные. Лечение туберкулеза – тяжелое испытание для больного. Порой приходится принимать до 16 препаратов в день. Нельзя пропускать прием лекарств, даже несмотря на то, что многие из них обладают побочными эффектами. Врачи пристально наблюдают за динамикой болезни и процессом лечения. Регулярно берут анализы, делают флюорографию. При поддержке Международного комитета Красного Креста в колонии номер 31 заработала современная лаборатория. Верно мне, мой коллега делает биохимистой. Есть много биохимических параметр, которые должны быть следованы. Из-за тех, кто пациент принимает. Это нужно быть создан для тех, кто пациентам нужны. Это было уже маленькое лабораторие, а мы начали принимать участие колонии. Только микроскопы были сделаны. Но сейчас мы также воспринимаем МДР-ТБ, мы нужны в этой секции биохимии. И мы также делаем простую анализацию урин-анализацию и простую анализацию плот-анализацию. Желаемого результата не достичь, если заключенный отклонится от составленной схемы лечения и перестанет регулярно принимать лекарства. Поэтому врачи колонии и сотрудники Международного комитета Красного Креста стараются поддерживать заключенных желание лечиться. Все препараты, вся назначенная схема, она однозначна. Для улучшения здоровья проживают в хороших условиях, тоже не надо заботиться о том, где достать ту же подушку. Питание у них хорошее. Потом Международным Красным Крестом предоставляются еженедельные пайковые пакеты для поддержки тех больных, которые хорошо пьют лекарства, которые не пропускают. И это тоже своего рода приверженность, влияет на приверженность к лечению. Психологическая работа проводится постоянно с ними. Соответствие международным стандартам действительно предполагает не только высококвалифицированную медицинскую помощь, но и создание хороших бытовых условий. У заключенных есть отдельные комнаты и кухни, места для отдыха и мастерские. Строительство этой больницы стало уникальным проектом для властей Кыргызстана и Международного комитета Красного Креста в Средней Азии. Ее посещал премьер-министр и в беседе с министром здравоохранения они пришли к выводу, что подобные больницы, аналогов такой больницы не существует и в гражданском секторе до сегодняшнего момента. Нам бы хотелось, чтобы качество лечения, конечно, соответствовало всем мировым стандартам. Благодаря совместной работе наших медицинских сотрудников, также немецких сотрудников, мы достигли положительных результатов, как борьбой с туберкулезом, и также по соблюдению инфекционных контроля. У нас положительные результаты есть по лечиваемости, излечимости. Вот освобождаюсь досрочно, условно досрочно. Я заболел туберкулезом, совсем дышать не могу, задыхался. А благодаря здесь я даже поправился, прибавил веси. Пациенты, которые получали лечение в учреждении 31, после освобождения также продолжат свое лечение. Международный комитет Красного Христа обеспечивает их базовыми потребностями в виде системной одежды, покрытие транспортных расходов для того, чтобы они доехали до территориальных туберкулезных учреждений или же до места жительства. Мы долечимся в своем отделении профилактического учреждения, будем долечиваться. Мы едем на Иссыкуль, в нашем солнечном Кыргызстане находится озеро Иссыкуль. Все нормально. Кыргызстан 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 Кыргызстан